Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей. Добро пожаловать на мой канал. Ну что же, продолжим играть в мобильные игрушки. Начнем с Level UpRunner. Итак, у нас есть тут несколько костюмчиков, которые мы с вами можем себе одевать. Во-первых, у нас уже открыты все варежки. Мы с вами можем боксировать абсолютно чем захотим. Давайте выберем гамбургеры. Ну и шапок у нас тут, в принципе, осталась последняя шапка. За 5000 гемчиков мы ее с вами выкупим, но попозже. А, нет, у нас еще одна шапка есть. Оказывается, у нас тут с вами еще есть две шапки, которые нужно будет открыть. Ну, значит, давайте поиграем в тех шапках, которые у нас уже открыты. Продолжаем мы с вами подбирать уровни для того, чтобы прокачивать нашего боксерчика. И в дальнейшем, ребятки, мы с вами постараемся уничтожить все и вся. Так, наш с вами боксер уже 417 уровня. Сейчас он должен будет уничтожить вот этого желтого боксера. И заработать нам какое-то определенное количество кристаликов. Если мы с вами заработаем за несколько уровней 2000 кристалликов, то можно будет нам выкупить новую шапку. 189 кристалликов у меня есть. Подбираем обратно вот эти вот боксерские перчатки, прокачиваем левел. Ну и стараемся, ребята, попадаться только на тех боксеров, которые ниже уровня, чем мы. Если мы с вами, к примеру, с вот этим вот оранжевым бы сразились, то он бы нас уничтожил. Поэтому очень важно, ребята, выбирать именно ту дорожку, по которой мы с вами сможем добраться до финиша. И очень быстро нам нужно тапать по экрану для того, чтобы уничтожить вот этого вот босса. Все кристаллики у нас умножаются на 9. Итого у нас еще плюс 135 кристалликов. Погнали дальше. Еще поднимаем уровень и прокачиваем нашего боксерчика. Тут мы с вами уже, в принципе, 72 левел подняли. Очень хорошо. Наш уровень растет. Наш боксерчик становится все сильнее и сильнее. Но я думаю, ребята, что мы с вами сейчас тоже без особого затруднения всех завалим. 400 какой-то там уровень. У меня уже практически 500 был. И отправляем мы с вами этого желтого боксера на какой х? На х8, наверное. Или х9 или х8. Короче, за этот уровень мы с вами заработали еще 120 гемов. Сейчас давайте поиграем в игрушечку Бравл Старс. Выбрал я одиночные столкновения. И тут я выбрал Дэрила. Давайте, ребят, попробуем затащить и как можно выше места взять. Это у нас новый режим. Он у нас доступен только вот сейчас стал. Так, давайте мы, наверное, с вами еще нашего первого врага уничтожим. И... Но уже быстрее мы его добьем или не добьем. Отлично, добили. Вот мы с вами уничтожили первого нашего противника. Правда, чуть было он меня сам не вынес. У нас тут сейчас восстановится полностью здоровье. И мы с вами еще одну баночку будем иметь. Отлично. Тут осталось 8 человек. У нас есть 3 баночки. И одного чувака мы с вами завалили. Погнали дальше искать сундучки. Но нужно, ребята, очень осторожно передвигаться, чтобы с кустиком на нас никто не выбежал. И никто нас не начал гасить. Так, вот я вижу, тут у нас кольтик нарисовался. Можно было бы этого кольтика завалить. Так, ребятки, осторожно. Тут сейчас его, возможно, Биби Малеха будет гасить. Ну, или мы, ребятки, с вами сейчас его постараемся догнать. Ага. Не тут-то было, да, чувачок? Сейчас, ребят, мы его либо добьем, либо сейчас мы с вами еще несколько вот этих вот себе откроем энергетических баночек. Отлично. Так, никто пока со мной не хочет связываться. У меня уже есть 5 банок. И поэтому они все боятся меня. Так, ну что, подходи сюда. Сейчас, наверное, мы с вами уже сжимем Ниту. Нита сейчас будет сражаться уже с кольтом. И мы, ребятки, с вами, получается, одного и другого добили, да? Ну, или практически добили. У меня уже 8 баночек есть. Мы с вами остались трое. Я, Биби и еще кто-то. Так, вот у нас тут Биби с кем-то сражается. Иди сюда. А, нет, все равно продолжает, ребята, у нас тут 3 человечка находиться, да? А, вот еще одна Биби, оказывается, ничего себе. Их тут было аж двое. Так, мы с вами одну завалили. Нет, не завалили. Ну, практически завалили. Совсем немножко у нее осталось здоровья, ребятки. Видите, смотрите, я ее очень хорошо покоцал. Но она опять убежала. А тут вот в кустиках у нас еще одна Биби, короче, тусит. Можно постараться ее тогда вальнуть. Так, и добиваем. Так, отлично. Это мы с вами завалили Биби. У меня 10 баночек. И теперь нам нужно просто еще вот эту пару раз стрельнуть. И да, ребятки, мы с вами взяли заслуженное первое место. Уничтожили абсолютно всех. Эта игрушка будет Draw Just. Давайте мы с вами попробуем тоже выиграть пару миссий. Нам нужно будет все объединить для того, чтобы сделать хорошее, сильное транспортное средство. Ну, и можно, в принципе, еще кабинку добавить. Такую вот небольшую. Отлично, погнали. Нужно нам будет разбить голову. Так, нам нужно разбить голову вот этому чуваку, который сидит в красной машине. Ну, практически, ребятки, мы ее с вами уже разрушили. Сейчас еще несколько раз я ее вот так вот ударю. О, все, ребятки, наверное, ему трындец сейчас будет. Мы его должны будем добить уже. Так, погнали. И да, вот мы его с вами и добили. Нормально, этот уровень прошли. Так, тут у нас будет уже посерьезнее машинка. Поэтому мы должны с вами тоже сделать серьезное транспортное средство себе. Ну, я думаю, что должны выиграть будем. Так, разбиваем полностью вот этот вот верх. Он не нужен этому чуваку. Сейчас еще с разгончика. И, ну, нет, еще чуть-чуточку. Ну, да почти, почти достали. Да е-мое, о, наконец-таки. Достал я до этого нашего противника. И опять победа. Так, ну, тут мы с вами можем просто вот так вот соединить это все. Ну, и, конечно же, сделать себе какой-то тоже наподобие шлема. Что-то подобное, чтобы защитить голову. И вот, пожалуйста, достали, в принципе, с первого раза. Сейчас у нас будет еще один уровень. И потом будет уже миссия с боссом. Нам нужно будет с вами уже уничтожить босса. Если мы с вами его уничтожим, перекинуть нас в новую локацию. Так, вот этот босс, ребятки. Нам нужно будет вот так вот защититься. Ну, попробуем. Попробуем его уничтожить. Так, и, и, ну, еще чу-чуточку. Все, погиб он смертью храбрых. Да, ребятки, мы с вами, в принципе, с первого раза уничтожили этого босса. И заработали аж 400 монеток. Ну, а эта игрушка у нас будет Scary Teacher 3D. Давайте попробуем пройти хотя бы одну миссию. Нам с вами нужно будет испортить вот этот вот торт Дмести. Значит, что нужно делать? Нам нужно найти петарду. Она либо на кухне, либо в гараже. Давайте, наверное, мы с вами зайдем в гараж. Тут будет все-таки поближе. Сейчас мы здесь с вами возьмем эту вот петардочку. И подменим ее на свечу в торте. Вот она, по-моему. Нет, это свеча. Или петарда. Что это? А, петарда, да. То, что нам не нужно. Хорошо. И также нам нужно будет, ребят, взять еще, по-моему, вот эту вот отмычку. Давайте мы с вами еще отмычечку берем. Итак, отмычку петарду мы с вами взяли. И теперь нам нужно будет вернуться в дом Мести и сделать ей капость, пока она где-то на втором этаже. Так, значит, первонаперво нам нужно будет открыть дверки. Открываем этот вот замок. Ну, что ты? Открываем замок. Открываем мы с вами дверки. Мести, по-моему, меня не видит. Куда-то она пошла. Да, блин, быстрее заходи в какую-то дверку. Ребят, если она просто сдалека нас увидит, то тоже за нами погонится. Сейчас она зайдет в какую-то дверку. Вот она куда-то там пошла. Я думаю, теперь она меня точно не увидит. Так, мы с вами меняем свечу. Теперь нам нужно взять еще вот эту вот изоленту синюю и обмотать эту свечку. Все, теперь мы с вами должны быстренько-быстренько свалить. Мести будет возвращаться назад. Ой, я в капкан стал. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстренько-быстренько свалить нужно. Ёлки-маталки, ребятки. Мы с вами стали в капкан. Но я надеюсь, что этот капкан меня все-таки не удержит. Мы с вами уже выполнили задание. И потом, когда убегали, я стал случайно в капкан. Это просто жесть. Но Мести как раз-таки идет к нашему торту. Поэтому мы с вами, наверное, можем не беспокоиться. Да, сейчас она зажжет вот эту вот свечу. Она рванет и испортит ей торт. И испортит ей праздник. Так, мы себя правильно сделали или же нет? Да, ребятки, все мы с вами правильно сделали. Вот у нас произошел взрыв. Тортик взорвался. И Мести у нас очень-очень огорчилась. Ну что же, вот мы с вами одну миссию тут и прошли. Мани Раш наша следующая игрушка. Давайте посмотрим, какие тут у нас есть скинчики. Ну, давайте выберем вот эти вот прикольные... О, лучше давайте за конфетки поиграем. Да, давайте выберем скины конфеток. Нам нужно будет приумножать денежки. Поэтому проходим через те ворота, которые дают больше денег. Ну, или которые отнимают меньшее количество денег. И стараемся это все приумножать. Что же, неплохо. Я думаю, где-то 30 долларов насобираем мы с вами. 31 доллара и 20 центов даже насобирали за этот уровень. И сейчас мы с вами должны вот эти вот все конфетки забросить через вот такой вот, можно сказать, небольшой такой ситечко. И тут еще нам часть монеток, ну, как бы капнет еще часть денег за эти монетки. Так, пока что нормально. Продвигаемся вперед и смотрим, сколько денег мы с вами заработали. Ну, где-то 50 долларов, я думаю. 57 долларов и 40 центов за этот уровень нам с вами капнуло. Ну, довольно-таки неплохо. Давайте, наверное, еще разочек мы с вами сыграем. Можно нам поменять скинчик. К примеру, давайте мы с вами выберем вот такие вот гамбургеры. Да, и теперь сыграем еще за гамбургеры. И тоже попробуем их приумножить количество. Так, умножается. Тут у нас еще плюс 145 центов. Тут еще плюс 4,6 доллара. Ну, 16,5 доллара у нас тут было. Сейчас еще чуть-чуть побольше заработаем. 21 доллар, 25 центов у нас есть. Сейчас мы с вами постараемся эти вот наши центики еще приумножить через это же самое ситечко. Ну, вот посрединке мы с вами их все закидываем. И смотрим, сколько нам за этот уровень вообще заплатят. Тоже где-то 40, наверное, 50. А, 66 долларов и 30 центов. Очень хорошо. Сейчас давайте поиграем в игрушку Grand For Alien. И пройдем одну или две миссии. Посмотрим, как у нас сложатся обстоятельства. В этой игрушке нам нужно будет освобождать инопланетян, которые попали в плен к соседям. Так, вот эти инопланетяне, ребятки, нам нужно будет как-то их спасти. И сейчас нам сама игрушка будет подсказывать, что нужно делать. Это вообще какой-то дом. Нам, оказывается, в какой-то дом еще нужно будет зайти. А, вот этот дом. Вот оно еще, ребятки, нам нужно будет с вами зайти. Вот этот вот дом. С левой стороны от вышки. Так, ну, давайте попробуем это сделать. Посмотрим, получится ли нам с первого раза это сделать. Или же все-таки не получится с первого раза. Главное, нам, наверное, не попадаться, друзья. Так, о чем нам тут предлагают взять? Предлагают нам, ребятки, взять факел, что ли? Отлично, факел мы с вами взяли. И что теперь нужно будет сделать? Так, теперь нам нужно встать вот в эту вот желтенькую. А, вот оно что, друзья, я знаю. Нам с вами нужно было поджечь вот это вот сено. Сейчас все вот эти вот соседи бросятся тушить это сено. А мы с вами, наверное, освободим наших собратьев-инопланетян. Так это или не так? Ну, наверное, так. Быстренько убегаем. Нет, мы с вами попали в капкан, скорее всего. Да что ты танцуешь? Жесть, ребятки. Что-то я начал танцевать тогда, когда не нужно. Быстренько бежим. Нам нужно забежать вот сюда, вот в это вот здание, вот эту вот комнатку. И спасти наших собратьев-инопланетянчиков наших. Так, куда мы не туда зашли, что ли? А, вот у нас тут что-то есть. Мы с вами взяли нож. И теперь, наверное, этим ножом должны будем перерезать веревку. Потому что там у нас один инопланетян стоит на плечах у другого. Да, вот мы с вами сейчас перерезаем вот эту вот веревку. И вуаля, ребятки, вот этих два инопланетянчика, зеленого, желтого и розового, мы с вами спасли и миссию прошли. Еще нам нужно будет пройти несколько миссий. И потом, друзья, мы с вами придем к следующей локации. Ну, а эта игрушка у нас называется Blob Merch 3D. И мы тут с вами очень даже неплохо прокачались. Нам нужно будет с вами открыть замочек на 16 миллиардов. Для этого нам нужно будет объединить два слаймика по 8 миллиардов. Если мы с вами успеем или сумеем это сделать, перейдем дальше в следующую локацию и так далее и тому подобное. Да, то есть вот таким вот образом мы с вами будем переходить в другие локации. Будем мы с вами это все соединять. И рано или поздно, ребята, мы с вами, наверное, еще много-много вот таких вот слаймиков пооткрываем. Тут у нас было три замочка. Два замочка я уже открыл. Тут вот у меня остался, видите, еще один замочек на 16 миллиардов. Мне нужно как-то постараться еще один слаймик на 8 миллиардов насобирать. У меня тут, видите, есть уже один слаймик 8 миллиардов. Мне нужен еще один такой самый слаймик. Потом я их объединю. И все, ребятки. И мы с вами тогда сможем пройти дальше. Вот этот вот замочек у нас большой откроется. И это позволит нам опуститься еще пониже. Вот таким вот образом, ребят, мы с вами собираем себе массу вот таких вот наших слаймиков. Так, армия растет, растет. Вот еще нам нужно будет в 512 миллионов слаймик вот такой вот фиолетовый забабахать. Я думаю, что сейчас мы с вами это сделаем. По бырику 32 миллиончика. Отлично. Тут еще сейчас мы с вами постараемся 32 миллиончика объединить. 64. И вот у нас, ребят, получается уже 256 миллионов. Ну, у нас уже тут цифры, видите, очень даже большие. Поэтому намного быстрее мы с вами набираем эту массу, которую набирали раньше. Так, еще зеленый. Сейчас опять зеленый. И вот у нас получается, ну или практически получается, объединить. А, вот тут вот нам нужно было... Ну, может мы их объединим. А, ребятки, совсем немножечко, видите, не хватает. Не может вот этих вот два слаймика по 20-48 миллионов вместе объединиться. Нам нужно либо перемешать это все, либо нам нужно будет еще один такой слаймик все-таки скрафтить. Давайте, наверное, мы с вами попробуем это все перемешать. Я надеюсь, что получится. А, не, ребятки, не получилось. Придется нам еще... А, нет, все-таки получилось. Вот 4 миллиона у нас... Ой, 4 миллиарда у нас есть. Нам нужен еще один слаймик в 4 миллиарда. И 100% можно будет уже опуститься пониже. Ну, а сейчас, ребятки, давайте поиграем уже в Майнкрафт. Очень давно мы с вами не играли в мини-игрушки в Майнкрафте. И вот у нас будет Lucky Islands. Одна из моих самых любимых мини-игр. Нам нужно будет лутать луки-блоки и те вещи, которые будут с этих луки-блоков выпадать, мы с вами должны будем подбирать для того, чтобы сражаться с нашими соседями. Тут у нас будет 12 человек. Нам нужно будет с вами пережить аж 11 человек и остаться 12-м, последним. Если у нас это получится сделать, мы с вами выиграем. Тут будут такие прикольные салютики стрелять. Я уже в эту игрушку несколько раз, ребята, выигрывал. Но не знаю, или получится выиграть сегодня. Посмотрим, как у нас получится. Так и будет. Пошли у нас несколько секундочек. Сейчас через несколько, через 5 секундочек мы с вами начнем уже лутать луки-блоки. Самое основное, ребята, главное, чтобы с этих луки-блоков не выпали никакие ведьмы. Да блин, блин, что ж ты будешь делать? Прям первый луки-блок и такой несчастный, несчастливый. Хорошо, что хотя бы оружие мы с вами выпали. О, отличненько. Еще у нас тут кое-какие вещи повыпадали хорошенькие. Ну что же, ребят, первый луки-блок был, если честно, очень несчастливым. Теперь вроде как все немножечко поменялось. Давайте мы с вами тут вот еще луки-блоки наши разобьем. Что тут у нас есть? Тут у нас опять, ребята, ничего хорошего. Все, что у меня тут выпало нормальное, это только меч и это инструментов железных, кучка. Все остальное плохое было в этих луки-блоках. Это что такое? Это еще 38 блоков этого булыжника или камня. И это у нас, ребята, опять ведьмы были. Мне, правда, тут алмазики стерегли, но с этих алмазиков мы пока что с вами ничего не сможем сделать. Так, ладно, что мы будем делать, ребят? Либо будем строиться до соседей наших, либо будем строиться к центральному вот этому вот островочку. Давайте, наверное, мы с вами все-таки будем простраиваться ближе к центру. Тут у нас ближе к центру может быть побольше ресурсов. Сейчас я постараюсь добраться сюда. Если получится, будет круто. Если мы с вами свалимся вниз, то проиграем. Вот эта вот ведьма, которая у нас заспаунилась вместе с нами, она там еще тусит, но пока не погибает. Мы с вами можем постараться, ребята, вот сюда вот подальше, вглубь острова, пробраться для того, чтобы тут, если что, потом собирать ресурсы. И вот по этому дорожку можно было бы нам с вами обратно добраться до нашего островочка. Так, и вуаля. Ну вот мы с вами практически уже добрались. Туда, куда хотели, разбиваем дальше лаки-блоки. С этого лаки-блока выпал у нас еще один меч алмазный. Кстати, тут сколько урон? Тут урон 6 и скорость 1,6, а тут урон 7. Этот меч будет получше, который только что мы с вами подобрали. Открываем еще лаки-блоки. Тут у нас скипетр выпал. Тут вот еще несколько лаки-блоков есть. Давайте их тоже разобьем. Тут у нас что? Эндермен, ребятки, выпал Эндермен. Капец, нам трындец будет. Валим тогда быстренько отсюда. Если сейчас этот Эндермен, он меня, наверное, добьет. Да что ж ты будешь делать? Ребятки, мы с вами, получается, что свалились очень и очень обидно. Если бы не этот Эндермен, я думаю, мы бы с вами в железную первую троечку попали. А так всего-то нам всего 8 место. Ребятки, если понравились сегодняшние игрушки, если понравилось сегодняшнее видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Алл Плейт. Всем удачки и всем пока!